Динамо Москва! Да, хорошая доводка. Да, поверх Марии Фроловой, доигровщицы Енисея. И снова только скидками отделываются нападающие московского Динамо. Нет чуткого удара и забивать сложно. Пытается это еще раз сделать Екатерина Пипунырова. И будет одна возможность вдобавок организовать хорошую атаку. И действительно, наконец-то, спустя долгое время, сильный удар Екатерина Пипунырова по линии через блок. Шестое очко московского Динамо. Не получилось сделать примерно то же самое у москвичек. Но на выручку приходит Наталья Гончарова. Он всегда готов из своей второй зоны. Но все-таки вот сложно как-то. Тягучи так забиваются очки. Смягчение на блоке. Пас Бибиной Гончаровой. Обводит она, обходя блок. Без атаки будет. Ну вот это даже опаснее бывает, чем сама атака. Такой переброс. Аккуратная скидка Гончаровой. И такая же очень сложная за блок. Романова подкладывает ладошку под мяч. Как борется Енисей. Молодцы. И задняя линия. Элица Васильева. Да. И в итоге Енисей зарабатывает это очко. Софья Писаревская из четвертой зоны. Подряд несколько атак. Несколько розыгрышей было со стороны Енисея. Москвички вроде бы и сами атаковали неплохо. Но все же. Обратная уже замена. Но тем не менее. И эта атака. Климанова. Да. Ваут. Что приносит победу. В первой партии сегодняшнего матча 24 тура. Амби. Ваут. Ваут. Убить. Убить. Давай. Переброс на сторону соперника Елицы Васильевой. Как раз она попала в Алину Подскальную. Ну а молодцы разыграли мяч Енисей. Да. Вроде бы хорошо было да. Оставалась Гончарова с одиночным блоком. Но мяч очень сильно и быстро, и круто падал на сетку. Енисей также борется очень узкой, также неудобно Писаревской. Задней линии Пипунырова. Быстро в четвертую зону Фролой. И та опережает и Гончарова, и Полякова. И вот такой удар, это то, что привыкли видеть болельщики Енисея. И вот первая, пожалуй, атака Ирины Фетисовой. Взлет на двойном блоке, пусть и разрозненном. Вот тут рядом располагались защитники. Наталья Гончарова и Татьяна Романова. Снова туда, все правильно, в дальнюю сторону. Опять останавливают блоком. Двумя руками отличный, кстати, переброс. Вот такой скрытый от подскальной. И здесь снова запутались. Вообще куда-то в третью зону, да еще и далеко от сетки, вывели Писаревскую. Щеглова принимает, только вышедшая со скамейки запасных. Писаревскую остановили. И москвички уже организовывают собственную контратаку. И опять Писаревской приходится бороться за мяч. И, ну, сложно, невозможно. Да, одну руку подставила, отскочил мяч вау. Тем временем, 18-11. Солидное преимущество московского «Динамо». Четыре касания, да, явно. Вот мы и видим прекрасную игру на блоке. Марии Фроловой. Да, ну тут, конечно, уже Халецкая на задней линии. И слишком близкая передача к сетке. Хорошо защищается Баспиловой. Не первый раз уже, а очень надежно там стоит. В пятой зоне своей. Снова. Высокая передача Пипуныровой. Но хорошо играет и Даций, и Костина со второй зоны. Опять касание блока московского «Динамо». Пипунырова задохнулась. У Халецкой сегодня немножко не клеится игра. Пока ни одного забитого мяча, по-моему, нет. Вот она, вот она, вот она. Еще одна хорошая подача подряд. После Симоненко еще и Екатерина Енина. Да, она впереди в атаке была заметна. И подачи, конечно, тоже держит. Сильная подача Софьи Писаревской. Да, рисковала она, понятное дело, но ошибается. И победа 3-0 московского «Динамо». С победой, «Динамо». С победой, «Динамо». И до следующей встречи. Всего доброго.